Здравствуйте, я Владимир Доронин. И споет, и заведет публику, и проведет концерт или программу. Надежный, безотказный, у него всегда звучит, и он всегда готов. Золотой голос России, поп-император, натуральный блондин – это все Николай Пасков, это все его разные проявления и ипостаси, где он гармонично существует, совмещает и радует своих бесчисленных поклонников и поклонниц. Артист-праздник, дарящий людям прекрасное настроение и позитив. А что же он говорит о самом себе? Запомните одно, я ни в коем случае не считаю себя ни поп-императором, ни поп-королем, ни каким-то павлином, самовлюбленным идиотом. Нет, это все театр, в рамках которого я живу. Да, шоу-бизнес и театр – понятие взаимодополняющее. Шоу-бизнес без театра просто не существует. Я рад, что публика прощает мне. Я рад, что публика прощает мне, что от классических арей я перешел на исполнение натурального блондина, шарманки и еще чего-то. Артист сам выбирает, в каком жанре ему работать, где комфортнее, интереснее. А что разве бывает по-другому? О современной эстраде Вся наша эстрада сегодня – это временщики. Великих практически не осталось. Если говорить о современной эстраде, то это чистое развлечение и лишенные эмоции. А все потому, что есть люди, которые считают, что могут руководить процессом на радио, на телевидении, решать, что формат – не формат. Эти невеселые слова Николая, конечно же, о рейтингах программ передач концертов и связанных с ними деньгах. Такие времена. О своем профессионализме Знаю, что профессионал в своем деле. Теперь меня никто в этом не разубедит. А было время, когда я верил каждому слову критики в свой адрес, сказанному в СМИ. Слава Богу, я стопроцентный оптимист. Мне это в жизни очень помогает. И потом, когда тебя аплодирует сама Монсеррат Кабанье или сам Карерос, это дорогого стоит. Все правильно. Если Николай не профессионал, тогда кто профессионал? О любви и сексе Любовь – это прежде всего большой духовный труд. А секс – лишь дополнение, страсть, которая приходит и уходит. Мы ведь значительно больше общаемся духовно, а не 24 часа в постели лежим. Думается, что нужно согласиться с Николаем, потому что секс – это физиологический акт удовлетворения своих естественных потребностей, а любовь – это чувство, высшее эмоциональное состояние, в котором человек находится на протяжении огромного количества времени. Секс может быть безлюбим. Да и любовь может быть совсем без секса. И на посошок Конечно, я очень ранимый человек, и никто моих слез не видит, а они есть. Я очень любвеобильный человек. Меня это заряжает, и не вижу в этом ничего плохого. Из всего вечного, что есть на земле, самый короткий срок у любви. Спасибо, музыка, за то, что была рядом, когда больше никого не было. На этом все. Не забывайте оценивать, писать комментарии и подписываться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok